мы говорим о непосредственных действиях армейских подразделений дрг или чего-то такого а вот что касается сейчас с напряженным ожиданием ждут 9 мая ты слышал и видел наверное что отменяют и но бессмертный полк везде по моему отмененный я боюсь соврать пусть меня поправят но по-моему его и в москве не будет но и в приграничных это понятно не будет военных парадов и в приграничных областях в крыму и возможно вот тупо маски ничего не известно то ли будет то ли нет вот скажем так не знаю но это вызвано в том числе угрозами со стороны украины того что будут применены беспилотники дроны него последуют удары по по ископлениям и там и по тех я может и по конкретным персоналиям насколько можно ожидать что вот к праздникам значит этого 9 мая или каким там рядом с ними да там такое массовые в канун контрнаступления массовые удары могут иметь место на твой взгляд это деморализует это может противника или ну не знаю произведет какой-то обескураживающее впечатление население потому что она же в общем пребывала в ощущении что все ок что их это не коснется а сейчас уже как ты да ну постепенно расходуется уже улетучивается это ощущение вот чтобы ты сказал но это то чего все больше всего боятся пропагандисты на по . написал в том числе там олег царев и прочее его воображении десятки тысяч ударных дронов управляемых операторами находящиеся за сотни километров наносит удары по российским военным объектам и на территориях и в глубине самой россии как это будет давай подождем некоторое время мы посмотрим если мы исходим из того возможно ли подобная операция я не вижу для этого на самом деле никаких препятствий наши операторы бпла которые тренировались и занимались и аэроразведкой в том числе и оператор ударных дронов они совершили гигантский гигантский скачок вперед за последний год с момента полного штабного вторжения и сегодня у наших операторов бпла приезжают учиться их коллеги самых развитых стран запада и самых развитых они перенимают опыт поскольку введение опыт ведения войны в таких объемах и в таких жестких условиях никто из них безусловно не имел противодействия поскольку например опыт их ударных беспилотников которая имела тоже турция соседней сирии или штаты на территории афганистана и рака не сравнится вообще совершенно поскольку совершенно другая плотность по другая степень противодействия рыбы которые оказывают российские войска и обратил бы внимание на то что только за последнее время подразделениями украинского спецназа и других подразделений было уничтожено порядка 40 российских рыбов но для понимания это феноменальный результат феноменальный поскольку каждый рэп это уникальная вещь он очень тщательно прячется очень тщательно охраняется у него есть отдельное подразделение охраны которые за ним следить их тщательно маскируют и соответственно рэп это главная головная боль для любых дронов если мы посмотрим на резко подскочившее количество уничтоженных рыбов мы понимаем что это не просто так то есть такие вещи не происходят как накануне правообережной херсонщины массово уничтожались российские системы пво массово когда они были полностью уничтожены защищены российская армия ушла именно потому что она потеряла свое преимущество в воздухе именно потому что российская авиация не могла летать так она была защищена системами пво а поскольку они были уничтожены дронами камикадзе и ударами ракет противорадиолокационных российская авиация казалось беззубой беззащитной и это был именно это тоже они уничтожение мостов через днепр было ключевой причиной почему группировка российская а у берега ушла вот и все